МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великая русская река Волга растянулась более чем на 3,5 тысячи километров. Мы прошли примерно пятую часть пути. Церквушки и деревянные дома по берегам сменились густыми лесами. Это Верхняя Волга. Как только вы пришли на берега Волги, вы оказываетесь в другом измерении. Я села на весла. Нравится на воде. Хорошо, прелесть. А вы бы согласились сейчас переехать куда-нибудь? Нет, ни за что. Но мы счастливы здесь. Это Рыбинское водохранилище в Ярославской области. 17 тысяч лет назад здесь было ледниковое озеро. А почти 100 лет назад появилось оно. Созданное не природой, а людьми. Советская власть построила ГЭС. Тогда сотни деревень и даже несколько городов оказались затопленными. Многие слышали об исчезнувшей Малоге. Но почти никто не знает о том, что это затопление некоторые деревни, наоборот, породило. В 1940 году на бывшем правом берегу Волги образовался единственный здесь обитаемый остров. Казалось бы, совсем рядом Рыбинск. Пусть не мегаполис, но вполне себе город. А тут словно другой век. Нетронутая природа. И почти нет жителей. На Юршинском острове пять деревень. Вот эта деревня Антонова. Самая густонаселенная. Здесь 20 человек. Но это те, кто официально здесь прописан. И живет постоянно. А вообще, каждое лето приезжают дачники сюда. Со свежим воздухом и тишиной. В Юршино более половины земли занимают леса. Весь остров – охраняемая зона. Это дачников, особенно приехавших из столицы, и пленяет. Но райской жизни здесь кажется лишь на первый взгляд. Тут нет не только загрязняющих предприятий и машин, но и дорог, магазинов и аптек. А единственный здесь представитель государства – почтальон Александр Брыкин. Каждое утро вот уже 30 лет Александра, или как ее тут ласково называют Шурочка, доплывает с острова до поселка Судоверфь, чтобы ровно в 9 утра собрать почту, платежки, продукты и лекарства для островитян. Ой, ну вот. Кажись, дошла. Так. Сейчас быстренько все возьму. и обратно. На лодочку так. Магазина нет у нас. И я немножко им, немного им помогаю. У нас был раньше магазин, но теперь на острове у нас ничего нет. И людей мало осталось, и, ну, как сказать, трудно туда все завозить. Очень дорого все получается. Так, возьмем конфет немножко. Так, теперь бабулька просила тут тушеночки взять немножечко. Всего по чуть-чуть. Так, а то ведь люди старые есть, которые... Ну, у нас молодая семья многодетная живет. Вот им конфеты, там взяла вот опять пряники. Так, зайдем к бабушке. У меня выплата есть. И за цвет квитанции тоже. Климат в этой части Волги непредсказуемый. Непостоянная река. Капризная. Вроде солнце светит, а через несколько минут разыграется ветер и набегут тучи с дождем. За безопасность почтальона в такое время отвечает начальница отделения символичной фамилии Погодина. Именно она смотрит на погоду. Во время дождя можно. А если сильный ветер, то нельзя. Волны большие. Она ничего не боится. Она смелая. Она отважная. Когда лед встает, я сижу дома. Весной то же самое. Пока он не растает, я на лодку десятых. Пешком иду. Пешком и с волокуши. такая рыбацкая. Все. На нее поставишь сумку и пошел полный вперед. Час от дома. Так. Так. Жмем. Пошлите на лодку теперь. Ну, здесь, наверное, километр будет до почты. Ну, а там по острову на велосипеде. Я бензин не люблю, когда пахнет бензином. На веслах удобнее. Бесплатный фитнес. Хе-хе-хе. О, какой ветер поднялся. Вот и пришла. Ну, ладно. Белых барашков нету, нету. Значит, доедем спокойно. От берега до берега ровный километр. И так дважды в день. За 30 лет работы Александра Брыкина проплыла на веслах 16 тысяч километров. Сперва я ездила на пароходе. Первые года у нас ходил пароход. Он и сейчас ходит, только он ходит для дачников. А раньше часто ходил. Потом была лодка с мотором, с стационаром. Такой заводишь, он пых-пых-пых-пых-пых. Вот. И я села на весла. Нравится на воде. Хорошо. Прелесть. На острове хорошо жить дачникам. Когда ничего не надо делать, никуда не надо идти. Отдыхать хорошо здесь на острове. А жить очень трудно. Здесь свет у нас проведенный. Он здесь под водой, кабель лежит. Один год даже пароход встал на якоре. Ну, как-то у него получилось, что он оборвал наш кабель. И мы сидели, наверное, около года без свету. С керосиновыми лампами, как раньше. Как раз шел сериал «Барбара». Вот. Ездили на материк смотреть. Ведь было интересно, что там продолжение будет. к юршинскому острову мы приплыли. Сейчас я перегружусь на велосипед и пойдем в деревню. Сережа, иди, помоги мне лодку вытащить. Вот. Еще разок. Ну, и хватит. Ничего. Так простоит. Вот на ту сторону. Так. Сейчас сумки вытащу. Мы здесь живем уже больше 40 лет. В этой даче. Вот. И практически я, вот и Шуру знаю, тоже этот же срок. И, как вот я ее помню, она все время работает почтальоном. Любую погоду. Вот она, конечно, труженица большая. Лена! Вот. Это Лена идет. Это наша молодая многодетная семья. Это ваши продукты. Все. Не за что. Каждому нужен свой подход, как говорится. И бывает, что люди в не настроении попадаются, которые с которыми можно пошутить, а с которыми шутить нельзя. Они не понимают и шуток даже. Не надо замок открывать. Тетя Люсь, это я. Да выплату тебе принесла. Коммуналку. Интересно, чего они в тот раз прислали 430, да? Да, не знаю. А сейчас опять 113. Ну так, лотерейный билет надо? Лотерейный? Да. Ну, давай. 100 рублей с вас. Ну, давай еще один. Знаешь-то, я выиграю. Все, тетя Люсь ушла. Тогда все. Все, выходим. Ловина жизни у почтальона Шурочки прошла в городе. Могла бы вернуться, уехать, уплыть. Но уже много лет она живет здесь, на острове. И делает возможной жизнь для других. Привычка. В город съездишь, там по делам чего-нибудь, или в магазины охота чего-нибудь посмотреть. Приезжаешь больной оттуда бы. Здесь на воздухе хорошо. Здесь как-то друг друга знаем все. Привыкли уже. Кому как подойти, знаешь. А городские они не точат. А переехали бы в Москву? Нет, что вы, что вы. Что же там делать-то? Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти- и от силы полсотни жителей. Скрытая от чужих глаз за холмами, на правом берегу Волги стоит единственная татарская деревня Ешельча. Сначала мы до нее плыли на лодке. После пробирались через лес. На внедорожнике. Все? Все? Финита для комедия. Полкать не пришлось. Вроде выбрались. Наш приезд нарушил размеренное течение сельской жизни. Но гостей тут принято встречать широко. Хозяйка дома, Рамзия Апай, взялась готовить традиционный татарский чак-чак. Это наше национальное блюдо. У меня это мама готовила, бабушка. Сейчас я готовлю. Все, что нужно для чак-чака – яйца, мука, масло и мед. Все продукты здесь свои. У нас же есть корова. Мы ее доем. Потом через сепаратор выделяется сметана. Из сметаны делаем масло. Вот и все. Всю жизнь тут живу. У меня бабушка, дедушка приехали сюда. Ну, давно уж это было, где-то в 30-х годах. У меня мать здесь родилась. Они приехали сюда из соседней деревни и стали жить тут на Волге. Я по молодости еще 10 классов кончила, поехала в Казань. Училась там. Потом вот приехала, замуж вышла и приехала. А муж-то кто у нас? У нас муж тракторист. Сейчас на пенсии обе. Я с домяркой работала. У нас трое детей. У них у всех семьи. Внуки 9 штук. Вы с вами на Волгу часто ходите? Нет, сейчас уже нет. А вот муж ходит. Он у меня рыбак. Вот так за разговорами чак-чака приготовили. Сельчане живут за счет подсобного хозяйства. Деревня маленькая, и магазина здесь никогда не было. Но никто не переезжает. А вы бы согласились сейчас переехать куда-нибудь? Нет, ни за что. Наши деревни самые лучшие. И здесь есть своя достопримечательность. Волга и Дель-Урамы. Что означает? Главная улица – река Волга. Совсем как название нашего фильма. По сути, это главная улица в Ешельче. Единственная, которая и делит деревню. А это Тутаев – старинный волжский город. Его жители тоже разделены рекой. Изначально здесь было две слободы. На правом берегу – Борисоглебск, на левом – Романов. Их объединили в 1822 году. Так и появился уездный город – Романов-Борисоглебск. После революции город на двух берегах переименовали в Тутаев. В честь погибшего от рук белых красноармейца Ильи Тутаева. Сегодня горожане так и живут разделенной рекой. Моста нет. Ближайшая переправа в 40 километрах в Ярославле. Местные к этому уже привыкли. А мы запутались. У нас не обошлось без приключений. Мы заблудились и оказались не на той стороне города. На машине добраться до нужного адреса очень долго. Это заняло бы больше часа. Нам повезло. Вот это судно домчит на другой берег Волги буквально за 5 минут. У речного трамвайчика название Борис Кустодиев. И не случайно. Именно здесь знаменитый русский художник искал вдохновение. И одну из своих самых известных картин «Гуляние на Волге» написал как раз в Тутаеве, на романовской стороне. Вот тот самый вид. Это левый берег Волги. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Наконец-то. Мы у нас две промокли. Да, наконец-то. Я представляю, как вы промокли. Я вам специально печку затопила. Чай сварила. Ой, спасибо большое. Давайте греться, греться. Потому что у нас тут, когда дождь идет, ну, здорово начинает влажность проникать. Вот. Видите, какие дрова? Это вот царские дрова называются. Это осина. Они дают очень сильный жар. Я рада, что вы приехали, наконец. Вас здорово крутилось здесь, да? Вот. Правый берег, левый берег Волги. Лилия Славинская – художник-галерист и очень любит путешествия. Лилия объездила всю Европу, жила в Швейцарии, девять раз покоряла Гималайи и дважды побывала в Арктике и Антарктиде. Ну, вот очень такие, смотрите, акварели. Видите, медведь гоняет, белый медведь, гоняет казарок, краснощеки и казарки. Она меня ругается, кричит, ты не успеешь убежать, сейчас он на тебя нападет, этот медведь. Но по-настоящему родным для Лилии стал именно Тутаев. Приехала я вот в такой же день, когда дождь лил, вот как вы приехали. И так же я стояла на этой пристани и не знала, куда идти. И Волга прямо широко-широко, далеко видна. И как у человека бывает, когда в восторг, я так, я хотела бы здесь жить. Это было просто как восхищение, невероятной красотой. Эта самая красота природы привлекла и Александра Брукса. Четыре года назад он переехал сюда из США. Влюбился и в Россию, и в Волгу. Ну, мы с семьей приехали из США, у меня русская жена. Вкратце у нас знакомые тут, в Тутаеве. Мы приехали в гости к ним. И они стали показывать город, и это здесь замечательные люди. И, ну, среда очень, ну, художественная и красивая. И, ну, нам понравилось, поэтому мы решили остаться. Тутаев – тихий провинциальный городок, который раскинулся по обе стороны Волги. Не самый популярный среди туристов, хотя он и входит в Золотое кольцо России. Главная проблема – нет переправы. К 2025 году берега Волги планируют соединить канатной дорогой. О строительстве полноценного моста речь пока не идет. Но местным жителям он, похоже, и не нужен. Когда вот вы садитесь в лодку, у вас совсем другое ощущение. Вы в другое пространство попадаете. Времени. Понимаете? Здесь, как только вы приехали или пришли на берега Волги, вы оказываетесь в другом измерении. Особенно садитесь на лодку, и ради этого я здесь осталась. И мы сели в лодку и поплыли, неспешно, наслаждаясь видами. Матушка Волга дарит какое-то особое спокойствие. Вот и мы расслабились, замечтались, а у нас внезапно закончился бензин. Нам нужна НПЗС – несамоходная плавучая заправочная станция. Принцип такой же, как и на обычной заправке. Разве что рука в топливной колонке более длинной. Я как бурлак на Волге. Наверное, вы все видели обычные заправки автомобильные на дорогах. А вот так выглядит речная заправка. Все, хорош. Ну, машину заправлять, конечно, гораздо легче. 76 литров 92-го. И дальше в путь. И вот в Волжский лес поредел. На берегу появились домики. Но на карте крупных населенных пунктов в этой части нет. Мы решили пристать к берегу. Оказалось, что приплыли мы к бывшей деревне Захариха. Ну, как бывшей? По документам она пустует. Но на самом деле еще жива. Это Александр Стрелов. Сам он много лет прожил в Кирове. Работал в МЧС. Но после выхода на пенсию захотел спокойной жизни подальше от городской суеты. Супруга и дочь решение переехать поддержали. И этой весной Стреловы стали волжанами. Ну, приехали. Место было, конечно, обалденное. Нам очень понравилось. А то, что видим мы сейчас, это вообще просто мечта всей нашей жизни. Многие наши знакомые, друзья, удивлялись сильно, что мы решили переехать не то, что в области, а вообще в соседний регион. Но мы влюбились, честно говоря, в это место. Очень красиво здесь. Тишина, рассветы в тумане. Просто сказка. Сегодня население половины деревень Ивановской области насчитывает по 5-10 человек, не больше. Многие населенные пункты за последний век вообще исчезли. Я начал искать тут хозяев домов. Здесь дома разваленные были. То есть ничего собрать нереально, там восстановить не было. Александр Пелевин, бизнесмен из Иваново, искал в этих краях себе дачу. Приехал в Захарьху и решил построить турбазу. Так у деревни появился шанс на возрождение. Заброшенное, заросшее было. Все скупал, здесь порядок наводили. А здесь именно природа окружает. Живописные места. Дороги до Захарьхи тоже не было. Добраться до нее можно было только по реке. Так что первым делом предприниматель занялся решением этой проблемы. Вместе с рабочими отсыпал дорогу, восстановил магазин, вычистил всю территорию от борщевика. Теперь Александр восстанавливает старые дома и строит новые. Вот уже 12 лет он превращает мертвую деревню в приятное место отдыха. Сейчас едем на место, где будет организован кемпинг. Будет парковка, палатки. Чтобы народ далеко не летал. У нас уже ласточку пустили. Я думаю, сейчас до Кенишин будет ходить. Тут с Москвой ехать два с половиной часа. Чем заняться туристу в Захарьхе? Конечно, рыбалкой. Рыбы в этих местах много. Окунь, щука, сом, ясь, судак, карп, лещ и даже ценный стерлиц. Такой нормальный. Видали, какой рыб я поймал? Это ясь. Волжский. В Захарьхе сейчас создают инфраструктуру, чтобы сюда смогли приезжать туристы. Здесь уже появилась маленькая ферма. Это вот конюшня. Сейчас пока овчарня. Барашки. Это вот ленинградская порода, вот шикарная. Первый раз вижу ручного ягненка. Это чудесно. И это только начало. На следующий год оборудуют и специальные места для любителей палаточного отдыха. Будут и гостевые дома со всеми коммуникациями. Но главное, рядом будет Волга. Вот за этим сюда люди приезжают. Да, за тишиной и красотой. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ